Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 22 июля. Жизнь и описание равноапостольной святой Мироносице Марии Магдалины. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на конфину их, подражайте вере их». Евреям 13.7. Великая равноапостольная святая Мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в церкви христианской своей пламенной непоколебимой самоотверженной любовью к Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины на берегу озера Геницарецкого или иначе моря Галилейского между городами Капернаумом и Терериадою. «Пояснение в православной христианской церкви равноапостольными» называется «сотрудники и сотрудницы апостолов христовых». «Еще те праведные христиане, которые, подобно апостолам, особенно ревностно проповедовали и утверждали веру христианскую, за такие особые заслуги они сравнены почитанием с апостолами». Слово же «апостол» значит «посланник», которому дано исполнить и известное поручение. «Избрав из учеников своих двенадцать, Иисус Христос назвал их апостолами». Святыми в церкви христианской первоначально называли всех христиан, всех верующих во Христа, как, например, в послании апостола Павла. А при личном упоминании праведника древние христиане избегали ставить именование «святой», потому что слово это часто употреблялось в надписях языческих, чему подражать не хотели христиане. И в календарях древних слова «святые» при имени праведника, чтимого церковью, начали употреблять только с третьего и следующих веков. А в Евангелиях святость представляется как свойство христианина во всех его проявлениях «Да святится имя Твое, Отче Святый, святи их воистине Твоей». Мироносица и Мария Магдалина названы потому, что евангелисты именуют ее первою из благочестивых жен, кои приходили ко гробу Христову для помазания тела Господа Иисуса благуханными составами. Имя Мария от еврейского «Мариам» означает «высокая», «возвышенная», «стойкая», «превосходная», «превознесенная». А Магдалины называют эту Марию по происхождению из города Магдала, подобно как благочестивого члена Синедриона Иосифа называют аримафейским по его происхождению, из палестинского города Аримафея. Магдала от еврейского слова «Магдэйлайя», означающего «башню», была городом на западном берегу Генисарецкого озера, недалеко от городов Капернаума и Тивериады. Галилейская область – это на севере Палестины. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалиною, для отличия ее от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии по имени Мария. Равноапостольная Мария Магдалина была истой галилеянкою, а галилеянин, галилеянка, в проповеди и утверждении христианства означает очень много особенного. Галилеянином звали самого Христа Спасителя, так как он с младенчества рос и жил, и потом много проповедовал в Галилее. И даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер в 363 году со словами, обращенными ко Христу «Ты победил меня, галилеянин». Первозванные апостолы Христовы, которые всегда оставались самыми близкими к Спасителю, все были галилеянами, исключая только одного Иуда Искариота-предателя, не галилеянина. При явлении после воскресения Христа Спасителя на горе в Галилее, многочисленному сонму более 500 верующих, большинство их состояло из галилеян, ходивших за Господом во время его проповеди по Галилее, слушавших его учения, бывших свидетелями его чудес и на себе испытавших благость милосердного Селителя Иисуса. И как вообще галилеяне воспринимали и распространяли учения Христова ревно с ней иудеев и прочих областей Палестины? Поэтому в начале всех последователей Христа Спасителя называли галилеянами. Так даже ангелы Божьи при вознесении Христа Спасителя назвали всех верующих, бывших на горе Иллионской святыми апостолами галилеянами. Галилеяне резко отличались от иудеев в прочих областей Палестины, как контрастно отличалась природа Галилеи от Южной Палестины. В Галилее природа была жизнерадостной и население живое, простое. В Палестине Южной бесплодная пустыня и народ, не желающий признавать ничего, кроме буквы и формы правил. Жители Галилеи охотно воспринимали дух закона. У иудеев же в Иерусалимске господствовала одна внешность. Галилея стала родиной и колыбелью христианства. Иудея была иссушена узким фарисейством и близоруким садукейством. Галилеяне были пылкие, отзывчивы, стремительны, благородны, честны, храбры. Были восторжены религиозны, любили слушать поучения о вере и о Боге. Были откровенны, трудолюбивы, поэтичны и любили греческое мудрое образование. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных, отличительных свойств своих родичей, галилеян, первых и ревностнейших христиан. Относительно первой части жизни святой равноапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому неизлечимому недугу, была одержима по евангельским словам семью бесами. Причины и обстоятельства возникновения этого и ее несчастья неизвестны. Но святой Евангелие и отцы Церкви Христовой поучают, что такие особенные тяжкие страдания проведение Божие допускают для того, чтобы явились дела Божии, то есть, чтобы явились особенные действия Божии в отношении к людям и особенные действия, совершаемые Богом через Мессию Христа. Каково в настоящем случае исцеление от бесов для славы Бога и Христа и для духовного просвещения, для спасения Рима и Магдалины? Пояснение В священном писании Нового Завета бес обычно означает злого духа или дьявола. Бесы, хотя веруют и трепещут и признают Иисуса Христа Сыном Божиим, но суть слуги сатаны. Среди чудес Христа Спасителя особенно поразительны были исцеления, одержимых бесами. Бес сначала поражает нервную систему тела и действует через нее, производя те же самые септомы, какие производятся другими влияниями, нарушающими правильную жизнь тела. Бесовская сила действует не через духовную и нравственную природу, а через физическую и умственную природу. В Иуду Искариота предателя вошел дьявол, то есть подвиг на предательство. Но Иуда не был одержим бесом. Бесноватость обнаруживается в ясновидении, когда одержимые бесами признавали Христа Сыном Божиим. Даже в безумстве, в эпилепсии, немоте, скорченности, слепоте. Это давало повод рационалистам, людям отрицающим чудеса, утверждать, что беснование есть только телесная болезнь. Но то, что беснование сопровождается болезнями, нисколько не уясняет страшных неестественных и физических особенностей беснования, в котором слабый физический человек, например, разрывает железные цепи или прорицает. Сходство некоторых признаков беснования с естественными болезнями тела только внешние, обуславливаемые лишь общими законами жизни, нарушения которых всегда могут обнаруживаться одинаково от каких-то бы не было разных причин, и они не происходили. По учению Христа Спасителя о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а провидение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией, явил великое чудо исцеления Марии Магдалины, просветление ее ума, привлечение ее к вере во Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причины и других неведомых, непостижимых для человека действий и попущений Божиих в отношении людей, заключается в мировых тайнах премудрости Божией, которых люди не могут постигнуть. Не страдая столь тяжко и неизлечимо, Мария Магдалина могла бы или вовсе оставаться в стороне от дела Христа Спасителя, или же относиться к чудесам Христа Богочеловека с любопытством и удивлением, но без живой и спасительной веры, и она не возвысилась бы до той высшей, ничем не поколевимой любви к Господу, за которую она была утешена явлением воскресшего Христа Спасителя прежде даже всех ближайших его апостолов. Но в беспомощных страданиях не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь и всякую немощь в людях. И вот она спешит найти этого чудотворца, делается самовидицей, как многих исцелил он от болезней и недугов, и от злых духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил. И Мария пламенно верит в ее всемогущество, придегаясь к его божественной силе, просит себе исцеления, и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее, она освобождается от порабощения бесом, и жизнь ее освящается божественным сиянием ее исцелителя, которого Мария Магдалина вполне себя и посвящает, как пылкая, благодарная галилеянка. Тех пор душа Марии Магдалины воспылала самую чистую и возвышенную, самую благодарную и преданную любовью к Спасителю Христу. И она уже навсегда присоединилась к Избавителю Своему, всюду следовала за Ним, чтобы воспринимать Его спасительное наставление и пользоваться каждым случаем для служения божественному исцелителю. А по тогдашним земным обстоятельствам, в которые поставил себя Христос как Сын Человеческий, Он нуждался в служении и материальном Ему, и делу Его. Ведь Христос родился в бедности, в пещере, в которую в Вифлееме загоняли домашний скот, и колыбели его там были простые ясли. Мать его, в жертву полагавшуюся за новорожденного, могла принести в Храм Божий только двух молодых голубей по семейной бедности. В маленьком галилейском городке Назарете Христос за 29 лет жил также в бедности, как усыновленный член семьи простого протника. И во время проповеди Евангелия Царствия Божия, для того, чтобы в деле исполнения великой миссии Бога-человека было возможно меньше препятствий, Христос оставил совсем в стороне отношение к семье своего усыновителя Иосифа, в которой воспитывался и всякие попечения в своем материальном благополучии и личной собственности. Поэтому Христос не имел никакого имущества, кроме насильной одежды странствующего галилейского учителя веры. Так что после трех лет его общественного служения, Христос оценен был только в 30 сребряников, то есть около 30 рублей, что составляло тогда в Палестине цену за самого бедного неимущего из рабов. Пояснение Некоторые толковники Священного Писания, состоители житий, даже отцы Западной Церкви, объединяющие Марию Магдалину с известной грешницей, которая в доме Симона Фарисея покаялась и получила прощение грехов, полагают, что евангелисты Лука и Марк не точно выразили положение Марии Магдалины, говоря, что Христос бесов изгнал из Марии Магдалины. Такие писатели полагают, что Мария Магдалина не была одержима бесами, а лишь была только грешницей, и будто слова евангелистов «семь бесов» означают много грехов и пороков. Так полагают, например, Блаженный Иероним, Августин, Григорий Великий и прочие. Но так перетолковать прямые слова двух евангелистов можно на основании только еврейской демонологии, по которой все самые обыкновенные страсти человеческие и все болезни раввины приписывают злым духам. Итак, на земле, которую он пришел спасти, Христос не владел никаким клочком земли, никаким домом. Лисицы имеют норы и птицы гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову, сказал сам Христос. Без жилища имущества и обыкновенная пища Спасителя состояла как пища самого простого бедного галилеянина из ячменного хлеба, да изложенной в Галилейском озере и сваренной в кипятке там же на берегу рыбы, а по временам из куска дикого меда, который жители свободно собирали. У коржа лукавых фарисеев, что сын человеческий любит есть и пить вино, относился к тому, что Христос разделял трапезу приглашавших его как общественного учителя, так как учители там пользовались гостеприимством. И хотя апостолы и некоторые последатели Христа владели небольшим имуществом, у апостола Петра был дом в Капернауме у Яна в Иерусалиме, а другие почитатели Христа занимались некоторыми промыслами и имелся у них общий денежный ящик для оплаты расходов на насущные потребности, на вспомоществование другим бедным и на милостыню нищим. Но даже небольшие суммы на крайней необходимости не всегда бывали там у них в наличности. Так что когда иудейские сборщики ничтожной подати на храм пришли к апостолу Петру и сказали, «Учитель ваш не даст эти драхмы, только около сорока копеек, то ни у Христа Учителя, ни у учеников Его не оказалось подобной ничтожной суммы». А между тем о Христе и чудесах Его шел слух по всей Сирии, и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи, и Десятиграде, и Иерусалима, и Иудеи, и Изэль. И среди этого множество всякого народа из разных отдаленных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, а даже и в одежде. Так вот, по всему этому-то многие благочестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжких болезней и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю вхождению его с проповеди Евангелия, служили ему имением своим, то есть в случае нужды уплачивая расходы по насущным потребностям бедных, сопутствовавших их к Спасителю, и по указанию его оказывая необходимое пособие, нуждающимся в материальной помощи. Из таких благодарный жен Евангелист Лука называет Марию Магдалину первую, потому что она первая подала другим пример такого признательного служения делу Бога-человека, или же она преимуществовала перед всеми прочими усердием в этом святом деле. А бескорыстное ревностное их служение Христу Спасителю, в то время, когда Он не имел где головы преклонить, и от большинства людей видел ховодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу, много утешало Его среди постоянных трудов и частных оскорблений. Особенно замечательной при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолов до того, что когда почти все апостолы, несмотря на обещание свое умереть с Господом, побеждены были страхом от врагов Господних, бежали и скрылись, Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего участия к страдавшему, старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. Жестокие страдания спасителя распятого на кресте усугубляли вызывающие наглые углумления иудейских первосвященников, книжников и старейшин, которые, недовольствуясь исполнением их гнусного мщения, находясь близ креста распятого Христа, насмешливо высказывали бессовестные и дерзкие упреки невинному страдальцу, говоря, других спасал от смерти, а себя самого не может спасти, то есть спасет себя, если он Христос, царь израильский, пусть теперь сойдется Христа, чтобы мы видели и уверуем в него. Также и воины римские ругались над ним и, подходя, говорили, если ты царь иудейский, спаси себя. И разбойники, распятые с ним, ругались над ним, и злословие его один сказал, если ты Христос, спаси себя и нас. И проходящие из толпы злословили его, кивая головами своими, и говоря, эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, если ты сын Божий, сойди из Креста. И вот когда таким образом глупость и дикость толпы с низкой злобой иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученический взор его с утешением замечал слезы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была из первых же пояснения распятия на кресте, то есть крестная казнь. А от древних времен и у римлян служила рабская самая позорная, самая жестокая казнь, которую предавались смерти только изменники, убийцы и величайшие злодеи. У иудеев эта казнь признавалась проклятой в Старозаконе 21.22.23 и Первое послание к Коринфянам 1.23. По римскому обычаю преступление распятого писалось кратко на дочечке, прикрепляемой сверху ко кресту. Смерть на кресте заключала в себе все, что только из самого ужасного и самого мучительного в пытках, из смерти, без лишения сознания и чувств. Противоестественность висения тела на гвоздях делала мучительным всякое малейшее движение. Воспаленные и постоянно все более разрываемые раны без гвоздей разъедала гангрена. Артерии, особенно на голове и животе, распухали и наливались кровью, производя страшный жар и невыносимую жажду. Страдания распятых были столь велики и ужасны, продолжались иногда по нескольку дней, что у римлян обычно ускоряли приближение смерти ударами и пронзением копьем. Иудеям же в силу закона Моисея, 2.21, дозволено было оканчивать страдания распятых прежде солнечного заката и было в обычае давать пить распятому вино, смешанное со смирною, которое отуманивало сознание, несколько облегчая страдания во Иисусе. Но Иисус Христос не принял, не пил такого напитка, облегчающего страдания. Богатые иерусалимские женщины составляли такое, одурманивающее питье на свой счет, не обращая внимания на личности распинаемых. Возмутительную казнь распятием на кресте уничтожил в Римской империи только император Константин Великий, а в Римской республике распинали даже и детей. В этих сострадательных слезах как бы блеснул для сына человеческого луч света среди мрачного царства греха. И этот луч от благодарных женщин утешил невинного страдальца свидетельством еще не в конец испорченной природы человеческой. День великого искупления богочеловеком падшего человечества был ясный. Время было уже около полудня, а по еврейскому названию времен дня был час шестой. Но вот в этот ясный полдень меркнет солнце и делается тьма до часа девятого, то есть по современному названию часов дня до третьего часа по полудни. Страшное, величественное, внушительное небесное знамение, угасание солнца, тьма, обнявшая все земное, среди полуденного яркого света тяжело сдавило хулителей невинного Христа, привела их в ужас и молчание. Знакомые же, почитатели распятого, сначала стоявшие вдали и смотревшие, приблизились к страдальцу, окружили крест его, и из них евангелист называет Марию Магдалину опять первую. Таким образом, Мария Магдалина у ног Христа Спасителя не только чудотворца, прославляемого и воспетого младенцами, но и у ног Иисуса Назарянина, униженного, обесчищенного, позорно распятого, оставленного даже его апостолами. Пояснение. Има эта не была обыкновенным солнечным затмением по известным естественным законам движения Солнца и Луны. Это было явление сверхъестественное, которое вместе с последующими особыми знамениями в природе свидетельствовало об исключительно величайшем значении события искупления. Необычайность и достоверность этой тьмы засвидетельствована была тремя языческими писателями того времени. Римским историком и астрономом Флегонтом, Юлием Африканом, историком Фаллом и еще не поименованным у историка Евсеви четвертым языческим историком. В их записях вполне совпадают и часы этой тьмы с апостольскими указаниями. Святой Иоанн Златоуст, Теофилакт и Есимий полагают, что тьма эта произведена была массовым сгущением облаков между землей и солнцем, действием силы сверхъестественной, как знамение гнева Божия на нечестие людей. Суточный день считался с шести часов вечера до шести часов другого дня у евреев. Собственно же, свет дня считался с шести часов утра. От шести часов утра до девяти считалась первая часть дня, которую называли третьим часом дня. От девяти до двенадцати была вторая часть дня, называемая шестым часом. От полдня до трех часов была третья часть дня, называемая девятым часом. От трех до шести часов вечера считалась четвертая часть, которая называлась двенадцатым часом дня. Ночь также разделялась на четыре стражи, каждая по три часа. И после смерти исцелителя своего Мария не покидает его. Она сопровождала перенесение тела его Иосифом, Аримасейским и Никодимом, от креста ко гробу. Была при погребении его, смотрела, где его полагали. Удалившись от гроба, чтобы отдать честь по закону Божию, наступающему уже великому празднику Пасхи, Мария Магдалина не оставила Спасителя пламенной, благодарной любовью. В глубокой скорби эта любовь открыла источник утешения, внушив желание оказать возможную последнюю дань благоговения уничиженному иудеями Спасителю. Мария Магдалина покупает миры и ароматы, чтобы помазанием тела погребенного воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Предприятие, это давшее Марии Магдалины наименование, еще и мироносицы, принадлежало ей, так как два евангелиста поставляют ее опять, первую между некоторыми другими женами, ей последовавшими в нем, а третий только одну ее, и именует в этом благородном деле. Матфея 28.1 И вот в серединочного еще сумрака первого дня недели, после скорбной субботы, среди опасностей от озлобленных иудеев, уже покушавшихся наложить руки на учеников Христовых, и в то время, когда апостолы распятого с разбитой душой и заперлись в своем помещении, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, придирая угрожающую опасность, бесстрашно идет ко гробу Спасителя, неся ароматы и мира, приготовленные для помазания тела Христова, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. А стражи, приставленные иудеями к пещере гроба Христова, и о запечатании первосвященниками входа в нее Мария Магдалина не знала, так как все это произошло уже после удаления всех почитателей Иисуса из сада Иосифа Ариматейского. Ну а теперь на пути из Иерусалима к пещере гроба Христова Мария Магдалина вспомнила, что вход в ту пещеру был закрыт Иосифом и Никодимом таким большим, тяжелым камнем, которого не в силах отвалить от входа ни она, ни спутницы ее. И вот в смущении об этом препятствии мироносецы говорят между собою, кто отвалит нам камень от дверей гроба. Размышляя об этом, Мария Магдалина, опередя прочих мироносец и подойдя ближе к пещере гроба, взглянув, вдруг видит, что смущавший ее камень уже отвален от входа в пещеру. У иудеев того времени камень, закрывавший доступ ко гробу умершего, считался неприкосновенным, как бы священным. И отваление камня от входа в пещеру у гроба Христова показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Что же именно? Проще и прежде всего была мысль, что тело Иисуса взято кем-либо из этой пещеры Иосифа Ариматейского и могло быть положено в другом месте. И эта мысль, лишиться возможности воздать ему последнюю честь, столь поразила Марию Магдалину, что она немедлеже, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолов Петра и Иоанна, случившимся при гробе Христовом. Она была уверена, что извещенные ее апостолы примут самое деятельное участие в разыскании тела Иисуса. «Унесли Господа из гроба и не знаем, где положили Его», говорит она апостолам. И действительно, ревностнейшие апостолы Петр и Иоанн тотчас пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее от Петра и пришел ко гробу первым. Наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел в пещеру гроба. Вслед за ним приходит Симон, Петр входит во гроб и видит пелены лежащие и плат, который был на главе Иисуса. Не с пеленами лежащие, но особо в другом месте и все сложенное в порядке. Тогда вошел Иоанн, увидел и молча уверовал, что Христос воскрес. Так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделал бы это, не обнажая Его. Равно как если бы кто похитил Его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, свить его и положить на другом месте, но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Да и смирно с алоем, употребленным Никодимом при погребении Христа, очень крепко приклеивает пелены к телу, поясняет святой Иоанн Златоуст. Но не с одинаковым чувством отошли апостолы от опустевшего гроба своего учителя. Петр вместо веры только с удивлением пошел назад сам в себе, дивясь происшедшему. Пояснение. Нирра, это смирная, есть благоуханная смола из бальзамового дерева, растущего в Аравии, Египте и Абиссинии. Смола эта отчасти сама собой истекала из дерева, отчасти добывалась посредством надрезывания коры дерева. Она маслянисто, сгущаясь, получала свет бело-желтый. А твердев же становилась красноватая, вкус этой смолы остро-горький. Запах ароматичен для того, что производит кружение в голове и потерю сознания. Мира или смола эта по способности ее противостоять всякому гниению. У иудеев и египтян употреблялось на помазание и бальзамирование тел усопших. В Ветхом Завете мира для священного помазания составлялась из смирны, то есть смолы самотечной, корицы и тростника, пахучих, искасии и оливкового масла. Исход 30-23. Этим миром по повелению Божией были помазаны скиния Завета, потом Маароны, сыновья его, для священного служения Богу. А после помазывались миром и цари, и пророки. Помазание миром есть внешний, видимый знак освящения предмета и сообщения помазуемому человеку даров и сил Духа Божия. И в православной христианской церкви от времен апостолов существует таинство мира помазания, через которое верующему при помазании освященным миром головы, персей, глаз, ушей, губ, рук и ног во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Священным миром помазуются христианские храмы и цари при короновании на великое царственное их служение. Кроме миры, евреи при погребении умерших употребляли еще ароматические порошки, которыми осыпали пелены и самое ложе, на которое полагалось тело. Такие ароматы в порошке, кроме мира, были приготовлены для гроба Христова и мироносицами. Гроб у югеев. Гробом служили пещеры, вырытые или высеченные в скалистых холмах, внутри которых устраивали ложа для погребаемого. Близ места распятия Христа Спасителя был сад Иосифа Аримафейского. И в скале новая гробница, которую приготовил он для себя. Иудеи благоговели перед своими гробницами, но Иосиф без колебания отдал ее невинному страдальцу, торопясь окончить погребение, так как наступала пасхальная суббота. В описании осады Иерусалима в 70-м году Титом Флавием Веспасианом, провозглашенном тогда же римским императором, гробница Иосифа Аримафейского была упомянута устроенной по типу обыкновенных одиночных пещерных еврейских гробниц. Это и со стороны подтверждает, что гроб, где погребен был Христос, был высечен в природной скале внутри высокого холма в виде двух камер или частей, входной и еще, собственно, погребальной. Вход в пещеру устроен был по обыкновению на восток и задвигался, закрывался большим камнем. Место погребения во второй части пещеры высечено было в виде ложа или прилавка к стене, или лежанки по правую сторону от входа. Высота усыпальницы была несколько выше роста человеческого, а высота входа около третьего роста человека. Расстояние гробницы Иосифа от Голгофа было около 17 сажений, или 120 футов. Около половины II века римский император Адриан, решив эллинизировать иудеев, приказал засыпать все неровности местности и холмы юрусалимские. И потом на месте христианских святынь воздвигнуты были языческие капища для Юпитера и Венеры. Но в 333 году, по повелению императора Константина Великого, капища эти были срыты, насыпи свезены, и тогда пещера с гробом Христом была открыта в неприкосновенности. Великолепный богатейший храм окружил эту христианскую святыню, но внешность пещеры святого гроба была изменена. Чтобы удобнее поместить ее в храм, самую гробницу отделили от скалы и входной вестибюльной части, та, что сохранена была только погребальная часть пещеры. Затем с 7-го столетия персы, евреи, арабы и турки, побеждая греков, употребляли все средства, стереть с лица земли погребальные ложа Бога-человека. И хотя большая часть стен и верх пещеры были уничтожены, но самая ложа и нижняя часть стен пещеры несокрушимо устояли до настоящих дней, как подлинные и несомненные памятники, освященные пребыванием в них Христа Спасителя. И до конца дней многогрешной земли эта освященная каменная ложа будет привлекать к себе верующих, давать им отраду, успокоение и отпускать с примиренной душой преподающих к нему. Точные измерения дают следующее о месте сооружения при святом гробе Христовом. Толщина двери пещеры святого гроба 1 аршин и 1 вершок. Высота двери 1 аршин и 14 вершков. Так как после пожара 1808 года она была увеличена в высоту, но на старинных рисунках, как и первоначально, она имела квадратную форму. И входить можно было только на коленях и наклоняться, чтобы заглянуть внутрь пещеры. А ширина этой двери и теперь только 13 вершков. Длина пещеры святого гроба 2 аршин и 14 вершков. Ширина вместе с ложем 2 аршина. Ширина святого ложа 1 аршин и 5 вершков. Высота ложа от пола 13 вершков. Толщина мраморной на нем доске 1 вершок. Высота пещеры внутри около 4 аршин. Слово «ангел» означает «весть них посланник» употребляется в Священном Писании в многоразличных значениях, но в собственном тесном смысле слово «ангелы» в Библии означает личные духовные существа, совершеннейшие человека и сотворенные Богом, которые возвращают людям волю Божию и исполняют на земле его веления. «Ангелы, сотворенные Богом, прежде творения видимого мира, они духовны, и если не бестелесны, то имеют некое особое легкое эфирное тело. Для ангелов не существуют человеческие пространственные условия, но они не вездесущие. Совершенствия не ограничены, и несмотря на быстроту и глубину разумения, они не сведущие. Несмотря на чистоту и святость, ангелы могут подвергаться искушениям, потому что сотворены свободными. Почему могли свободно устоять в добре, как светлые ангелы, и пасть, как ангелы, злые духи? Ангелы предстоят перед лицом Божиим, непрестанно славят Его, исполняют Его волю и наслаждаются блаженством. А ангелов неисчастливое множество, и между ними имеются различные достоинства и степени совершенства. Вся история человечества и народа Божия совершается при служении ангелов, и они являются важными моментами в истории ветхого и нового человека, нового завета Божия, служа Иисусу Христу и Его Церкви, для чего ангелы принимают видимый, доступный для человека образ. Поэтому евангелисты Марка Лука, повествуя о явлении мироносцем ангелов, называют их мужами. Конец пояснения. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от опустелого гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Дойдя до пещеры гроба, она стала плакать. И безутешность скорбя наклонилась в низкий вход пещеры, чтобы еще взглянуть туда, где был погребен ее Спаситель. И там видит в белом одеянии сидящих двух ангелов, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Мария отвечала им, «Унесли Господа моего и не знаю, где положили его». Горе Марии было столь велико, что она не сообразила, что с ней говорят не люди, а ангелы, принявшие вид людей для облегчения ее горя светлым, торжественным, праздничным своим видом на месте печального погребения Христа. И она отвечает им все теми же словами, какими говорил апостолам об исчезновении из гроба тела Христова. И ангелы торжественным, светлым явлением своим, подготавляя Марию Магдалину к возвещению дивного воскресения Христова, однако не говорят ей, как прочим мироносецам, что тот, кого она с такой ревностью разыскивает, славно воскрес, потому что Господу угодно было причислить саму Марию Магдалину к непосредственным вестникам воскресения Христова. И вот в то время, когда Мария Магдалина в ответ своим ангелам поведала им причину своего плача, Христос Спаситель внезапно появился позади Марии, отчего ангелы приняли особо почтительное к нему положение. Мария же Магдалина, заметив в них перемену, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Тяготы горестных мыслей, отдельные слезы мешали ей хорошо рассмотреть стоявшего позади нее, да очевидно и самому Христу Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала его, как не вдруг открыл он себя эмаузским путником. И теперь Мария Магдалина приняла его за садовника сада Иосифа Аримасейского, в котором помещалась эта пещера святого гроба. Не узнанный Марией Магдалиной Христос говорит ей, «Жена, что плачешь? Кого ищешь?» Слыша в этих словах сострадательное участие к ее скорби, Мария отвечает доверчивой просьбой, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих немногих и простых словах. Она не называет предполагаемому садовнику Иисуса Христа его именем, а только говорит «Его». Она столь высоко чтила своего учителя сама, что полагает и другие должны знать его и им интересоваться. Она умоляет мнимого садовника открытие, куда унесено тело Иисуса, так как садовник этого сада должен был знать тайну исчезновения этого тела из гробницы Иосифа. Похищение не могло произойти без его ведома, потому что ему был поручен этот сад. А если бы сам Иосиф, владелец сада, переложил бы тело в другое место, то это также не могло бы совершиться без ведома садовника. И Мария Магдалина просит у этого садовника указание места нахождения тела Христова, чтобы ей взять его. «Я возьму его», говорит она. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Усердие и любовь ее так велики и пламены, что она считала себя чрезмерно сильной. И не получая быстрого ответа на этот свой живой вопрос, Мария Магдалина, как свойственно очень обеспокоенному человеку, опять обратилась в сторону ангелов, желая, может быть, от них слышать что-нибудь об Иисусе, или чтобы узнать причину, побудившую их принять особенно благоговейные положения. Господь же, тронутый высотой и силой ее любви, уже знакомым Марии благодатным голосом называет ее по имени Мария. Теперь Мария Магдалина услышала тот памятный на всю жизнь голос ее Спасителя, силой которого он изгнал из нее толпу бесов, тот небесный голос, который проникал и оживлял всякую душу, тот дивный голос, который услаждал души слушателей его небесным блаженством. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие Божественного Учителя, в котором заключались все блага ее, все ее счастье и несказанная радость наполнила всю душу Марии. От полноты счастья она не могла говорить. И опять, обратясь к Господу, просветленным взором узнала его, и с восторгом воскликнув только одно слово «Учитель», бросилась к ногам Христа Спасителя. В радостном восхищении Мария Магдалина еще не могла себе представить и сознать всего величия Христа воскресшего. И потому Господь, чтобы просветлить ее помышления и научить об изменении через воскресенье уже и плоти его, кротко сказал ей «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Мария Магдалина восторженно выразила поклонение человечеству своего и Спасителя, и Учителя, а Христос запрещением ей прикасаться, возвышает, освещает ее помышления, научает более благоговейному обращению и дает разуметь Марии Магдалине, что время для теснейшего духовного общения с ним настанет тогда, когда он совсем скроет сочувственных очей своих учеников и взойдет на небо к Богу Отцу своему. А так как и прочие ученики Христовы при вести о воскресении Его могли подумать, что теперь Он уже навсегда с ними на земле и, быть может, осуществит народные мечты о великом иудейском земном царстве, то Христос Спаситель посылает Марию Магдалину предостеречь их от таких мыслей и мечтаний. Удостоверяя теперь апостолам воскресение Христово ясным созерцанием Ею воскресшего и Его речью, она посылается Господом возвестить им, что Христос уже недолго будет на земле, что Ему самым прославленным телом надлежит вскоре взойти к Богу Отцу. Но чтобы весть об этом удалении не привела их в смущение и скорбь, Господь повелевает Марии Магдалине сказать ученикам Его, что Отец Его, к которому Он восходит, есть вместе и их Отец, милостиво называя их при этом своими братьями. Иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему. Пояснение. В тот же день, только несколько времени после первого явления Марии Магдалины, Христос Спаситель не воспрекил ей же, Марии Магдалине, с прочими мироносицами, ухватиться за ноги Его, Христа Спасителя. Также вечером того же дня Христос предлагал ученикам осязать себя, показал им раны на руках и ногах своих. Из этих обстоятельств следует заключить, полагают Отцы Церкви и Толковники, что запрещение прикосновения при первом явлении Марии имело основанием простоту тогдашних ее мыслей, с коими она устремилась к Господу. Подобно прочим ученикам, она не ожидала и не понимала воскресения Христа Спасителя и вдруг видит Его перед собой живым. Какое смятение мыслей и возбуждение душевное должно было произойти в ней при этом явлении умершего живым. И она устремляется ко Христу, чтобы осизанием увериться в том, что видят ее глаза, чтобы удержать его столь пламенно искомого. «Христос же, зная, что происходило тогда в мыслях и душе Марии Магдалины, кротко устраняет искреннейшее, но неуместное в ее мыслях, а законному желанию ее удостовериться, он ли перед ней удовлетворяет удостоверением слова и поручением возвестить о воскресении его апостолом» — толкование епископа Михаила. Из таких слов воскресшего ученики должны были понять, что царство Иисуса Христа не из земного мира, что его должно отличать от земных царств, и в Христе воскресшем видеть не земного царя, а небесного. Но апостол даже и после разъяснения этого и предупреждения Господня все-таки еще не оставляли своих народных несбыточных надежд и спрашивали его даже перед Вознесением «Не съели время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилева». Сказав так, Христос стал невидим, а обрадованная, осчастливленная Мария Магдалина идет и возвещает все случившееся с нею апостолом Христовым и с восторгом утешает их скорбь дивными словами «Христос воскрес!» Вот поэтому-то, как первая посланная от самого Господа благовестница, совершившегося Христово воскресение, Мария Магдалина церковью христианской признана равноапостольную. Здесь светлейшие черта всего дивного служения Марии Магдалины в Церкви Христовой. В утро воскресения Христова она удостоена была видеть Господа воскресшего, первой из всех учеников и учениц Его. И первая же, по непосредственному повелению Господа, сделана вестницей и проповедницей для них воскресение Его. Апостолы проповедовали воскресение Христово всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христово самим апостолом. Она была апостолом для апостолов. Святые Отцы Церкви проведят в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость проведения Божия. Жена, учит святой Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь. И жена же, из уст самого воскресшего Господа, первой услышала радостную истину, дабы вся рука растворила смертное питье, та же самая подала и тяжу жизни. Освященная созерцанием воскресшего, восторжествовавшего над смертью победоносного Христа, пламенная Мария Магдалина и без слов, была полным, решительным свидетелем воскресения Христова. Но благодатна ее весть о воскресении Иисуса Учителя Апостола, и все бывшие с Ним в доме Иоанна Богослова не поверили. Они печалились, плакали, и, услышав, что Христос жив и что она видела Его, не поверили. Почему же? Мария Магдалина пользовалась полным несомненным доверием апостолов. Кроме того, и между прочими мироносицами, которые также известили учеников Христовых, о сообщенном им при гробе Господнем, ангелами восстания из мертвых их Учителя, были мать Апостола Иоанна Богослова, и мать Апостола Иакова, и Марфа, и Мария, и сестры Лазаря, с прочими благочестивыми женами, которые все пользовались также полным доверием апостолов. Но они не поверили им, почти рассказ, почти замечтание. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христовых. После того, как первосвященники иудейские взяли и распяли их Учителя Иисуса, а апостолы разбежались и скрылись, они внезапно лишились всего, всех своих личных и народных надежд. В них затмилась вера в Иисуса Мессии, в Его силу и славу. С потерей веры потерялось и мужество Духа, угнетало их и состояние неисполненного долга перед Христом Учителем, которого они малодушно оставили одного в руках врагов и разбежались, и не имея никакой поддержки ни вне себя, они думали больше уже о сохранении своей собственной безопасности, страха ради от иудеев. До смерти Христова они все надеялись, что Он, Учитель их, есть Мессия, который избавит Израиля, откроет славное земное царство израильское. Но позорная Его смерть на кресте совсем разрушила эти их надежды и мечты. В глазах всех людей того времени распятие было самой ужасной и позорной смертью. Оно было знаком страшного проклятия по закону Моисея. И в душах учеников Иисуса после распятия Его осталась вера в Него только как в пророка, который был сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. В тяжко угнетенном сознании учеников Христовых не укладывалась мысль о том, что истинный Мессия Христос, Сын Божий, может умереть как человек. И так, как Иисус действительно умер на кресте, и хотя они видели чудотворное воскресение и воскрешение Иисусом дочери Аира, сына вдовы Наинска и Лазаря, но вот Сам Иисус умер, как и прочие пророки, то и воскреснуть может он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворца пророки сами воскресали, не было примера никогда. Петр же и Иоанн, видевшие гроб Христов, ничего не могли сообщить, как только то, что он был пуст. Обведение ангелов и воскресшего сообщали только все женщины. Томительное, глубоко тяжкое положение. И вот более пылкий апостол Петр опять идет к святому гробу, не давая себе отчета, не зная, зачем пошел. Так как сам уже видел пустое место, где был погребен Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возвестил ученикам. Воистину, воскрес Христос! Я сам видел его, он и мне явился на пути. Теперь, казалось, довольна была свидетеля очевидцев, воскресшего для уверения истины воскресения Христова. И многие ученики радостно поверили, но все-таки еще не все. А Мария и Магдалина с прочими мироносицами, сияющие счастьем и придирающие опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте. И переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему исцелителю и учителю, восторженно повторяли несчетное число раз от радной благовестия. Христос воскрес, воистину воскрес, и благодатно быстро стало расти семени самого меньшего из всех зерновых семян, огромнейшее дерево Церкви Христовой. Малая горсть искренно преданных Христу Спасителей учеников и учениц, из кого их самая ревностнейшая была святая раноапостольная мироносица Мария Магдалина, восторжествовали над надменным своим мудрием язычества, овладели целыми царствами с их царями, и божественные учения Христова пронесли из края в край во всю вселенную земли, повторяя торжественные слова первого благовестия Святой Марии Магдалины. Христос воскрес, воистину воскрес! Пояснение. Христос Спаситель сказал, Царство Небесное Божие подобно зерну горчичному, которое посеяно, и хотя меньше из всех семян, но когда вырастет, становится деревом, так что прилетает птица и скрывается в тени его. Здесь Христос говорил о зерне горчицы, не обыкновенной, не травяной, не нашей однолетней синапси, но об особой восточной, многолетней, изобильно растущей в Палестине, называемой в ботанике Ситалакка Додекандра, семя, которая малейшая, а химические элементы те же, что и однолетние горчицы, и употребляется на те же потребности, как обыкновенная травяная горчица. В Северной Америке древесная многолетняя горчица, Ситалакка, называется лесной горчицей. Евреи, когда хотели обозначить какую-либо самую малую вещь, говорили, что она как горчичное зернышко величиною. В вышеупомянутой краткой притче Господь показал образ распространения евангельской проповеди. Хотя ученики и ученицы Его были всех бессильны, всех уничижения, но как сила в них сокровенная была велика, то проповедь их распространилась во всю Вселенную. И Церковь Христова вначале малая, для мира неприметная. Распространилась на земле так, что множество народов, как птицы в ветлях дерева горчичного, укрывается под сенью ее. То же бывает с царством Божиим в душе человека. Веяние благодати Божией вначале едва приметное. При рачительности человека более и более охватывает его душу, которая и делается потом храмом Божиим, вместилищем разнообразных добродетелей. Вот христиане, важнейшие черты жизни святой арноапостольной мироносицы Марии Магдалины, не подлежащие никакому сомнению, так как они засвидетельствованы самим Словом Божиим в Святом Евангелии. Для чего же они сохранены и предлагаются в церкови? Для чего читают их? Не для прославления ли Святой Марии Магдалины? О нет! Святые, живущие во славе небесной, в высокой и вечной славе Божией, не имеют нужды в славе земной, в ничтожной славе от человека. Но таким воспоминанием их земного жития подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение к богоугодной жизни и к душеспасительным подвигам. Через святого апостола Христова Павла Господь повелевает нам «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на консину их жизни, подражайте вере их». И вот Святая Церковь Христова сохраняет нам и предлагает нашему вниманию очерки жизни святых людей для нашего самоиспытания, самоусовершенствования и спасения через подражание вере и духу этих божьих святых, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование Божие. Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина самоотверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя, возлюбила Господа всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим и всею крепостью своей. Осуществление Святой Марии Магдалины при всяких обстоятельствах такой истины, всецелой любви Господу служит жизненным образцом для любви каждого христианина к Богу, Спасителю нашему. И по примеру Святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу, всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей и всем разумением, всеми познавательными способностями своими, должны мы всецело прилепляться к Господу, Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и что не могло отлучить нас от этой любви. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее. Со временем описанных святыми евангелистами явлений воскресшего Христа Спасителя и вызваны этими явлениями пламенной проповеди Святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробностей о деятельности и равноапостольной Святой Марии Магдалины, и сведения о дальнейшей жизни составляют теперь предмет предания. Слово «предание» означает рассказ, повествование, память о событии, перешедшие устно от предков к потомкам, также поучения, наставления, правила житейские, переданные одним поколением другому. Голос древности, предания старины. Книжники и фарисеи говорят Иисусу, зачем ученики твои приступают к преданиям старцев. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как передал вам», — пишет Святой Апостол Павел. 2 Коринфянам 11.2. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникий, Сан-2.15. «И преданием, получаясь, святитель филарет московский, можно было бы пользоваться наравне с Священным Писанием, только в том случае, если бы подобно непосредственным ученикам апостолов мы имели бы перед глазами непосредственное апостольское истинное предание. Но и христианские предания уже прошли через многие страны, народы, языки и через многие века. К первоначальным преданиям апостольским присоединялись предания отеческие разных степеней древности, и оказалось разнообразие до противоречия. Поэтому, чтобы пользоваться преданием, как источником, нужно исследование подлинности и достоинства преданий, чтобы устранить из них неправые изменения и чуждые примешения. И Церковь Православная признает предание не самостоятельным, а вспомогательным источником учения христианского. Догматическое богословие по филарету митрополиту московскому. Издание Городкова, 1887 год, страница 19 и прочее. Предания же о последующей ее жизни нескольких местных христианских церквей, много разница по местности откуда исходят. По существу, однако, везде предания эти сообщают о ревностной, равноапостольной деятельности Святой Марии Магдалины. И разность этих преданий зависит от того, кого или каких именно из святых евангельских жен разумеют эти церкви под именем Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Некоторые христианские церкви Запада и также отцы церкви с учеными и богословами объединяют в одну или в две личности трех евангельских жен грешницу, которая в доме Симона Фарисея покаялась, обливала ноги Христа Спасителя своими слезами, отирала своими волосами и помазала драгоценным миром. Потом еще Марию Ильзефанией, сестру Лазаря, и еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов. Но восточная греко-российская православная церковь ныне, как и прежде, признает все эти упоминаемые евангелием с разными признаками три личности за различные особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных только вероятных толкованиях. Пояснение. Некоторые отцы церкви и ученые полагают и учат, что святые евангелисты во всех повествованиях, а выше упомянутых трех женах, разумеют все только одну личность, которая в молодости, вероятно, была предана разврату и за ее порочный образ жизни была одержима семью бесами. Услыхав о чудесах Христа, она идет к нему в дом Симона Фарисея. За живость ее сокрушения в своих грехах она заслужила и получила от Спасителя прощение, и вследствие этого освободилась от семи мучивших ее злых духов. Вследствие этого предание Восточной Греко-Римской Русской Православной Церкви сообщает, что после евангельских явлений воскресшего Христа до Вознесения Его и после, святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами и была деятельной и спаспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме. Но полное усердие, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию, она затем проповедовала по другим странам, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем уверовавшим в Спасителя мира Христа Воскресшего. Посетив, между прочим, Италию, святая равноапостольная Мария Магдалина изыскала случай, явися к царствующему в то время императору Тиверию I. Римский император, приемник Октавия Августа, который усыновил его, женясь на матери его, Ливии Друзилы, царствовал с 14 до 37 года по рождестве Христовым. Был хитер, действия свои маскировал решениями Сената, был притворен, жесток и деспотичен. Задушен был в постели по повелению начальника его телохранителей. В царствовании Тиверия 14 лет протекала вся последующая дневная жизнь Христа Спасителя. 15-го года царствовании Тиверия по крещению от Иоанна Христос начал открытое служение свое спасению человечества и умер и воскрес из мертвых. Римским правителем Иудеи при Тиверии был с 26 по 36 год. Понти Пилат. Замечательные так называемые акты Пилата или донесения этого Пилата императору Тиверию о жизни, осуждении на смерть и воскресении Христа Спасителя и о чудесах его. Юстин, Тартулиан, Ессерий и другие древние историки пишут, что Тиверий, прочитав донесения Пилата о чудесах Христовых, предложил у Римскому Сенату включить Иисуса Христа в число богов римских. Но Сенат не согласился на это только потому, что сам не исследовал этого дела и не сам одобрил Христа. Акты Пилата составляют первую часть так называемого Евангелия Никодима, на русском языке, напечатанной в памятниках старинных русской литературы. И поднесла Тиверию Марии Магдалина по общепринятому восточному обычаю яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом «Христос воскрес!». Не удивила императора бедность в подношении святой Марии Магдалины, впервые явившейся к нему, потому что он узнал древнее обыкновение, вообще на Востоке и также у иудеев, являясь в первый раз к высшим или, в торжественном случае, к знакомым или покровителям, подносить в знак почтения дар с каким-либо известным или с особым специальным символическим значением. Примеры этого находятся в иудейской ветхозаветней истории, Бытие 43.11.3.10.3.10.3. Тоже представляют и дары, поднесенные богатыми волхвами, родившимися Иисусу Христу в Веслееме Иудейском. А люди бедные в подобных обстоятельствах приносили в дар разные плоды своей местности или яйца птиц. Так, следуя отчасти этому древнему обычаю и желая красным цветом поднесенного яйца и неслыханными до того словами «Христос воскрес!», возбудить любопытство подозрительного императора Тиверия, святая раноапостольная Мария Магдалина с разъяснения значения такого ее поднесения и начала свою горячую проповедь о Христе воскресшем. Она с вдохновенным убеждением рассказала императору о жизни, чудесах, распятии и воскресении Иисуса Христа. Прямым простодушным изложением чрезвычайно несправедливого пристрастного суда над Иисусом Христом, озлобленных членов Иерусалимского Синедриона и попустительства при этом малодушного римского правителя иудея Пилата Пантийского, окончившегося осуждением на распятие Иисуса Христа, навлекла на них гнев императора и вере предал их в суду, которым Пилат лишен был власти и сослан в Галлию, в город Виенну, где по одному преданию удрученный угрызениями совести и отчаянием, сам лишил себя жизни. По другому же преданию, приговоренный судом к смертной казни, Пилат раскаялся, обратился с молитвой ко Христу и был спасителем прощен, в знак чего по освещению головы Пилата она была принята ангелом. Пояснение. Синедрион Иерусалимский был верховным судилищем иудеев, состоял из 72 членов, преимущественно фарисеев и саддукеев, избираемых в подаче голосов и отчасти жребием. Собирался Синедрион при Иерусалимском храме, но в особенных случаях и в доме первосвященника и его председателя. Решения Синедриона обязаны были повиноваться безусловно все. По покорению иудея римлянами власть Синедриона была ограничена и на исполнение произнесенных им смертных приговоров требовалось согласие римского правителя. По разрушению Иерусалима Синедрион был уже не судилищем, а только училищем закона иудейского. Пилат назван понтийским от болотистой италийской понтийской провинции, в которой он был ранее правителем. С 27 года по рождестве Христовым Пилат был правителем иудеи, но ненавидел свободу, обычаи и религии иудеев. Он не колебался продавать правосудие и предавал мучениям и смерти невинных без судебного разбирательства, почему десятилетнее его правление было крайне неприязненно иудеям и вызывало народные возмущения, раз он не постеснялся предать смерти целую толпу галилеян в самом храме Иерусалимском, даже во время жертвоприношения, так что кровь их смешалась с жертвами их. Вместе со святой раноапостольной Марией Магдалиной отправились по преданию в Италии сестры Лазаря, Марфа и Мария, а Пилат, узнав об этом и боясь разоблачения христианами его противозаконных действий, сам отправил императору к вере донесения об Иисусе Христе, в котором он свидетельствовал о благодетельной жизни Христа, об исцелении всяких болезней, увечий, даже воскрешении умерших и о прочих великих чудесах его. Пилат утверждал, что в провере обвинений иудеев он не нашел в Иисусе Христе никакой вины, много подвязался избавить его от рук крамольных иудеев, но не мог достигнуть его избавления и отдал Иисуса на их волю, ради народного крика и крамольного обвинения иудеями самого Пилата. Пояснение «Послание Пилата к Терерии и Кесаре» это донесение помещено в славянских редакциях так называемого «Евангелия Никодима», непосредственно после первой части. Первая часть «Евангелия Никодима» в древних списках называлась «Актами Пилата» или «Записками о Господе Иисусе Христе», в коих описано осуждение Пилатом «Спасителя», «Его смерть» и «Воскресение». В главных чертах эта часть согласна с каноническими или четырьмя Евангелями, только с украшением евангельского рассказа разными подробностями, которых нет в четырех канонических Евангелиях. Евангелие Никодима самого древнего происхождения, на него указывают писатели II века. Оно пользовалось большим уважением и сохранилось в греческих и латинских списках. Влияние его отразилось во многих произведениях византийской и западной литератур. А по распятии иудеями Иисуса совершились страшные знамения в природе, и много людей, умерших, воскресло, когда на третий день воскрес Иисус. И Пилат, как свидетель, одержимый великим страхом, доносил державному кесарю о всем содеянном Иисусом Христом, который стал предметом веры как Бог. Пояснение. Писание Пилата императору Тиверию о чудесах смерти и воскресении Христа Спасителя неоспоримо и свидетельствуется древними писателями, как долго бывшим язычником Иустином-философом начала II века, Тертулианом, юрист-консультом римским во II веке и историком Евсемием Памфилом. Им доступны были архивы дел государственных. Святой Иустин, отец и учитель церкви начала II века, называемый философом, не занимал в церкви иерархического положения, а простым мирянином был ревностным проповедником истины Христовой в Азии и Европе. В Риме он основал школу христианского вероучения. Двумя особыми апологиями защищал христианство перед судом римского правительства с изяществом речи и глубиной философского анализа. Был казнен за распространение христианства в 166 году. Тертулиан Флоренс, знаменитый богослов и отличный юрист, был пресс-фитером, сочинение его очень важно для истории церкви. Имеет практическое бытовое значение, делясь на исторические, апологетические и догматические. Епископ Ирхей Ипанхил был ученевшим епископом 3-4 веков. Влияние Оригена очень отразилось в его догматических воззрениях, так что его проект символа веры первым вселенским собором в 325 году был отвергнут. Пристрастие его к орианам несомненно, а влияние на императора Константина было очень большое. Зато как историк он имел огромную эрудицию, массу материалов и пользовался такими писателями, которых сочинения сохранились только в Евсерии их сочинениях, так как он их выписывал почти буквально целыми отделами. Поблизости к императору Евсерий пользовался и государственными архивами. Его называют отцом церковной истории. После таких свидетельств со стороны римского правителя Иудеи и со стороны почитателей Христа Спасителя, император Тиверий по преданию сам, уверовав во Христа Спасителя, предложил приучислить Иисуса Христа к лику богов римских. И даже когда римский сенат отверг такое его предложение, Тиверий царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих во Иисуса Христа. Таким образом, ревностные и бесстрашные проповеди о Христе Спасителе, святая равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами, побудила языческого правителя Иудея письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова перед миром языческим. И самого языческого императора, всемирной тогда империи римской, побудила признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчив всем этим распространение христианства. Христиане же тогда того времени, узнав о значении и силе впечатления, произведенного подношением святой Марии Магдалины императору Тиверию красного яйца со словами «Христос воскрес!», начали подражать ей в этом. И при воспоминании воскресения Христова стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!» Так мало-помалу обычай этот распространился повсюду, сделался всеобщим между христианами всего мира. Что обычай этот принят в подношении Тиверию святой Раноапостольной Марии Магдалины, подтверждением того служит, кроме одинаковости предания во всех христианских церквах, еще и то, например, что в древних рукописных пергаментом греческом уставе, хранящемся в библиотеке монастыря святой Анастасии, близ Фессалоник. После молитв на день Святой Пасхи написано следующее «Считается также молитва на благословение яиц и сыра, и игумен, целуя братью, раздает им яйца и говорит «Христос воскресе!» И яйцо при этом служит символом или видимым знаком воскресения Христова и воскресения мертвых и нашего возрождения в жизнь будущую, которого залог имеем мы в Христовом воскресении. Как и яйца рождается птенец и начинает жить полной жизнью по освобождению скорлупы, и ему открывается обширнейший круг жизни. Так и мы при втором пришествии Христа на землю, сбросив себя с телом земным все тленное на земле, силой Христового воскресения воскреснем и возродимся для другой высшей, вечной, бессмертной жизни. Красный же цвет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь приобретены излиянием на кресте при чистой крови Христа Спасителя. Таким образом, красное яйцо служит напоминанием нам одного из важнейших догматов нашей божественной веры. Святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа воскресшего в Италии и в городе Риме и при первом посещении Рима апостолом Павлом и после отбытия его через два года оттуда. Кроме предания и свидетельства об этом можно видеть в характерном привете Святой Марии апостолом Павлом в послании его из торгового греческого города Коринфика к христианам, находившимся тогда в Риме. Святой Иоанн Златоуст поучает об этом, что воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу, апостол Павел приветствует Святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигам. Труды, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов-евангелистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляя Святой Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасности и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всякие труды проповедничества. Из Рима по преданию церкви Святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес, тогда особенно знаменитой в Малой Азии. В Ефесе по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей Святая равноапостольная Мария Магдалина помогала Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставаясь там до мировой, до мирной своей кончины. И в Ефес же она была похоронена. Пояснение. Римская империя. Языческих храмов было 420 в Риме. Жители были очень суеверные, самыми грубыми идолопоклонниками, а в искусствах и воинах они решительно владычествовали над всем миром. Империя Римская заключила в себя весь тогдашний известный мир, насчитывая до 100 миллионов жителей. Иудеи уже составляли тогда часть Римской империи, почему в Риме жили многие иудеи. А христианство возникло между ними вскоре после вознесения Христова. Жестокие императоры Нерон, 54-68 годы, Домициан, 81-96, Троян, 97-117 и другие воздвигали яростные гонения на римских христиан. Новейший Рим знаменит не только своим настоящим великолепием, но и многочисленными остатками своего древнего величия. Некленные прославленные мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Леве Шестом философе торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря Святого Лазаря. Таково предание православной восточной христианской церкви. Но нельзя решительно утверждать, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины навсегда всецело остались в Константинополе. Пояснение. Константинополь, Древняя Византия, Царьград, был под именем Византии основан в 658 году до Рождества Христова на европейском берегу пролива греками торгового города Мегар из Средней Греции. Византия имела великое торгово-промышленное значение в силу своего положения на узком проливе между Черным и Мраморными морями, близ всемирной известной бухты Золотого Рога. Появились великие богословы, как Афанасий Александрийский, Истафий Антиокийский, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст и множество прочих, также основателей песнопений, как Иоанн Дамаскин, Андрей Криский, Роман Сладкоперец, Косьма Майюнский и прочие с массой высокоталантливых деятелей по всем отраслям жизни Церкви Христовой. Крестовые походы Крестовые походы – это военные экспедиции, предпринимавшиеся христианскими народами Западной Европы с конца XI до конца XIII века для отвоевания у Магометан гроба Христовой Палестины. Участники в Христовых походах носили нашитые на правой стороне одежды красный крест и принимали Церковь под особое покровительство. Кредиторы не могли требовать за них долгов. Во все время Христового похода и Церковью им прощались грехи. Во главе этого движения стояли римские папы со всей Церковью. Христовые походы были не случайностью, а проявились неизбежно, как столкновение двух крайних миров – христианского и мусульманского, из коих каждый одинаково считал себя призванным господствовать над всем миром. Бедственное положение греческой империи, у которой турки уже завоевали всю Малую Азию и грозили Константинополю, а также внутреннее религиозное и гражданское состояние Западной Европы, способствовали возникновению борьбы, а толчок был дан просьбой о помощи греческим императорам Алексеем Камненом и проповедью папы Урбана II на Клермон в Иерусалимском соборе 1095 года об освобождении от неверных Святой Земли и гроба Христова. Всех настоящих крестовых походов было семь. Первый поход окончился завоеванием Иерусалима в 1099 году и учреждением Иерусалимского королевства, но почти через столетия турки снова завоевали Иерусалим, и все крестовые походы не достигли цели освобождения Святой Земли. Четвертый же крестовый поход вместо Палестины ограничился отнятием Константинополя у греков в 1204 году и образованием смешанной Латинской империи, просуществовавшей лишь 56 лет. Вот все, что известно до сих пор о Святой Равноапостольной Мироносице Марии Магдалине, несомненно истинного, преданного нам Святым Евангелиям и вероятного по преданиям местных церквей христианских, для которых, равно как и для всех Святой Равноапостольной Марии Магдалина была по-непосредственному от Христа Спасителя по велению первой из людей проповедницей «Спасительного Христово Воскресения». Воскресение же Христово есть для всех нас, получает великий святитель Церкви, источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый, сколь недавно, сколь нечасто из него почерпаем. Оно есть вечная новость. И надо ли основать веру, возбудить надежду, воспоминять любовь, просветить мудрость, воскрылить молитву, недвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненной жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность, слава не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющее и никого не поражающее. На все сие найдется довольна силы в одном чудодейственном слове – Христос воскрес! Откликнемся же и мы, христиане, на такое чудодейственное благовестие великой посланницы самого Спасителя нашего, святой, равноапостольной Марии Магдалины, восторженным «Воистину, воистину Христос воскрес!» Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова